Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаевского района активными темпами. Продолжается капитальный ремонт районной поликлиники. Число привившихся от коронавируса в Карачаево-Чекесии превысило 250 тысяч человек. И школьники из республики прошли в полуфинал Всероссийской гуманитарной и телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Бюджет Карачаев-Чекесии на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов стал ключевой темой составшегося в Доме правительства заседания под председателем главы республики Рашида Тимрезова. Участники мероприятия обсудили основные направления бюджетной политики на предстоящие годы и характеристики республиканского бюджета на следующий год. Как и в предыдущие годы, региональный бюджет будет носить ярко выраженную социальную направленность. Более чем 70% расходов будут направлены на выполнение социальных обязательств. Это, по словам Рашида Тимрезова, позволит предоставлять различные региональные меры социальной поддержки. Речь идет как о поддержке семьи и детей, так и о республиканских мерах поддержки для наших бойцов, участников специальной военной операции и членов их семей. Обсудили также расходы республиканского бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов в будущем году. В центре внимания, безусловно, остается развитие сельских территорий, работа над улучшением водоснабжения, качество автомобильных дорог и благоустройство населенных пунктов. Мы по-прежнему в качестве одного из приоритетов в работе ориентируемся на дальнейшее улучшение качества жизни в наших отдаленных аулах и станицах, отметил руководитель Карачао-Черкеси. Число привившихся от коронавируса в Карачао-Черкесии превысило 250 тысяч человек, что составляет более 82% от плана по иммунизации. Продолжается в республике и кампания по ревакцинации и повторной ревакцинации. Процедуру прошли более 50 тысяч жителей региона. С поступлением в республику назальные вакцины темпы вакцинации выросли в несколько раз, отмечают медики. Люди охотнее приходят на ревакцинацию и чаще отдают предпочтение интраназальному введению препарата «Спутник Ви». В настоящий момент в Карачао-Черкесе работает 14 пунктов вакцинации в разных уголках республики, где доступны вакцины «Спутник Ви» в форме инъекции и спрея, «Спутник М» для вакцинации подростков. По заявке к маломобильным гражданам и в организованные коллективы приезжают мобильные бригады для вакцинации на рабочем месте и на дому. Очередная группа из 30 новобранцев в рамках осеннего призыва направлена на срочную службу в мотострелковые, железнодорожные и воздушно-десантные войска страны. Помимо родных и близких, проводить юношей прибыли представители духовенства, администрации главы и правительства республики, а также военного комиссариата Карачао-Черкеси. Комментирует информацию военный комиссар региона Сергей Белобородов. Отношение к службе в армии меняется. Это становится почетным долгом каждого гражданина. Многие люди понимают, что служба в армии открывает для них двери во многие сферы профессиональной деятельности. Сегодня ни органы исполнительной власти, ни органы федеральной и государственной структуры без службы по призыву – это является одним из основных факторов для приема на работу. В селе Учки-Кен Малокарачаевского района в рамках оригинальной программы модернизации первичного звена здравоохранения активными темпами ведется капитальный ремонт района и поликлиники. Работы стартовали год назад. За это время полностью заменены все коммуникации и кровля. В настоящее время завершается монтаж окон и внешнеотделочные работы. Параллельно ведутся работы внутри здания. Таким образом, здание 80-х годов постройки, которое не ремонтировалось со дня строительства, будет целиком и полностью обновлено. Для 30 тысяч местных жителей, которые обслуживаются в этой поликлинике, будут созданы современные комфортные условия. Поскольку капремонт ведется в соответствии с новыми требованиями, это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи не только для жителей села Учки-Кен, но и всего района, написал в своем официальном телеграм-канале руководитель региона Рашид Темрезов. В Карачаевске продолжается реконструкция одного из крупнейших и старейших спортивных объектов республики – стадиона Саулук. Кардинальные изменения коснутся и трибун, и лестничных сходов, и, конечно, футбольного поля с беговыми дорожками. Строители планируют завершить ремонтные работы к концу этого года, чего с нетерпением ждут любители спорта со всего Карачаевского городского округа. Рассказывает начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сарьев. Федеральный проект «Демография. Спорт. Норма жизни» ведется строительство. Начало этого года уже полностью практически не останавливалось. На сегодняшний день основание поля футбольного где-то на 85% закончили. На следующей неделе уже будут стелить покрытие искусственное, ливневки, дренажные работы уже практически закончены. Также по периметру будут установлены освещения, воркаут-площадки. Молочную продукцию с растительными жирами обнаружило управление Россельхознадзора в одной из школ Карачаева Черкесии, комментирует государственный инспектор управления Екатерина Тутыхина. В ноябре Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несоответствующую требованиям безопасности молочную продукцию в общеобразовательной средней школе село Пристань в Прикубанском районе. В рамках государственного мониторинга безопасности пищевой продукции отобраны пробы сметаны марки «Дива» производства ООО «МК Светловодский» из Кабардино-Балкарской республики. Результаты лабораторных исследований показали наличие в продукции растительных жиров. После установления нарушения управление Россельхознадзора проинформировало руководство школы и теперь небезопасная продукция больше не поступает в столовую. Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Помимо этого, для принятия мер информация направлена в Министерство образования Карачаева Черкесской республики и поставщику продукции. В этот четверг у жителей и гостей Хабесского района будет отличная возможность приобрести качественные и вкусные продукты от сельхозтоваропроизводителей муниципалитета по ценам ниже рыночных. На центральной площади Аула Хабес состоится традиционная осенняя ярмарка, которая начнет свою работу с 8 утра. На 15% увеличились объемы производства предприятия «Кавказ Пакет». Более 80 лет оно обеспечивает работой инвалидов по зрению. В прошлом году предприятие получило федеральную грантовую поддержку, что и позволило увеличить объемы производства. Региональным центром «Мой бизнес» оказывалась вся необходимая поддержка «Кавказ Пакету» при написании проекта на получение гранта, а также подготовке к защите перед экспертами. В Дамбайе появится канатная дорога к самой высокой смотровой площадке курорта. Здесь стартовали работы по строительству пятой очереди канатной дороги на склоне горы Муса-Ачитара, которая будет отвозить туристов на высоту в 3 012 метров, откуда открывается отличный вид на легендарные рельефы Дамбая. Несмотря на весьма нестабильную погоду, строительные бригады продолжают активно возводить канатную дорогу, рассказал министр туризма и курортов «Крача-Чекейс» Расул Тикеев. Канатная дорога австрийско-швейцарской компании «Допельмайер», занимающаяся производством оборудования для горнолыжных комплексов по всему миру, составит 1573 метра по горизонтали, а ее пропускная способность – 2700 человек в час. Подъемник будет оснащен шестиместными креслами, изготовленными по современным стандартам. 24 ноября в рамках проекта Совета по внешней и оборонной политике Северной Кавказа в международном контексте вызовы и возможности при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе и фонда президентских грантов на базе Северокавказской государственной академии пройдет экспертный семинар. В мероприятии примут участие 250 человек, в том числе порядка 50 научных сотрудников региона. Работа семинара будет разделена на три секции – «Кавказ в мире от прошлого к настоящему», «Кавказ в условиях мирового хаоса, особенностей и перспективы» и «Запад и Россия, есть ли будущее». В эти дни в Черкесске проходит бизнес-интенсив, в котором принимают участие студенты вузов и СУЗов региона, заинтересованы в открытии своего дела в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Грантовый проект «Молодой предприниматель» направлен на развитие молодежного предпринимательства. В Карачаево-Чакесе вышел новый детский сборник «Алтын-Китап» – «Золотая книга на ногайском языке». Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, а также народному устному творчеству. Его пилотная версия, вышедшая в прошлом году, сразу же была тепло принята юными читателями и получила положительную оценку не только педагогов, но и родителей. Обновленная версия «Золотой книги» содержит больше страниц, больше красочных иллюстраций. Пополнился и понятийный словарь книги. В сборнике представлены колыбельные песни, сказки, загадки и скороговорки, пословицы и поговорки, игровой фольклор, а также познавательные материалы, азбука, основы народного этикета, сведения из истории народа, календарь, термины родства, предметы флоры и фауны и топонимы. Над книгой работали сотрудники Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве Карачаево-Черкесии, редакции газеты «Нагай-ДВС» и детского журнала «Мамитикей». Презентация сборника запланирована на декабрь этого года. Экземпляры книги разойдутся по школам и детским садам республики. Как мы уже сообщали, в Уфе проходит полуфинал и финал всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2022», в котором Карачаево-Черкесию представляет команда средней общеобразовательной школы Аула Хабес. Наша команда уже приняла участие в выставке тематических столов «Школьное питание 3.0», конкурсе школьных поваров «Кулинарный батл» и «Блиц-турнире. Три вопроса от родителей». По итогам первого дня конкурса из 75 команд в финал вышли 20, среди которых и наша команда «СМАК КЧР». Школьники из Карачаево-Черкесии, учащиеся 11-х классов, Марк Дорохин и Мурат Бабоев из 7-й школы и гимназии номер 9, соответственно, прошли в полуфинал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Съемки четвертьфинала проходили в Москве в телецентре Останкино. В ходе трехдневных испытаний участники телевизионной олимпиады в качестве агонистов и теоретиков обсуждали три темы «Жизнь и творчество Джонатана Свифта и Даниэля Дефо», «Все о романе Евгении Онегин и о Александре Пушкине, пока он работал над романом». На обсуждение также была вынесена тема «1943 год во всем мире». По итогам четвертьфинала Марк Дорохин завоевал 4 ордена и 1 медаль, Мурат Бабоев – 2 ордена и 1 медаль. Теперь им предстоит готовиться к полуфиналу гуманитарной олимпиады, которая состоится в феврале следующего года. Еще одной участницы из Карачаева-Черкесии, Леани Лепшокова, и не хватило всего одного ордена, чтобы пройти в полуфинал. Учащаяся гимназии номер 13 Черекеска заработала 1 орден и 1 медаль. На базе Центра культурного развития имени Каисына Кулиева Карачаевска прошел муниципальный фестиваль народных промыслов, традиций, обрядов и обычаи. Цель мероприятия – формирование у молодежи патриотического интереса к изучению историко-культурных ценностей, народных традиций, обычаев и обрядов. В фестивале принимали участие образовательные организации Карачаевского городского округа и воспитанники Центра развития одаренных детей и молодежи «Мир талантов». Победители муниципального этапа представят город на республиканском этапе. Ну и в завершении выпуска последняя информация. Команда спортивной школы номер один Черекеска стала победительницей в открытых городских соревнованиях по волейболу в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции. Второе место заняла команда Ставрополя, а третье досталось спортсменам Северной Осетии Алании. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По данным региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10, а в южных и центральных районах республики высокая степень пожароопасности 4-го класса. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 17 градусов выше 0. На этом информационный выпуск завершен. Его правила Рита Нирова. На правах рекламы. ПАЛУНДРА! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова